Тут я смотрю, целая сокровищница. Не как будущий конструктор в семье Ровенчук растёт. Девятилетний Назар показывает свою коллекцию. Уникальность в том, что собрана она своими руками. И в прямом, и в переносном смыслах. Пластилин в руки этого творца попал довольно давно. За четыре года мальчик смастерил больше трёхсот мульт и гейм персонажей. Вот самое-самое сердце дорогое – это что? Это вот эти. Почему? Можно взять? Да. Почему вот эти? Ну, потому что это у меня самые новые, и они более аккуратно сделаны. И с усовершенствованием технологии. Раньше юноша использовал исключительно пластилин. Сырьё закупали огромными пачками. А после каждого занятия всей семьёй очищали квартиру от сбежавших липких кусочков. Но шли годы, и в арсенале мастера появился специнструмент. Герои обрели позвоночник, проволочный каркас. Да и сами персонажи стали гораздо сложнее. Начинал-то с острова Сокровищ. Я когда увидел такой канал, видеолепка, я его начал смотреть, и мне понравилось тоже лепить. Я попросил пластилина, и я начал лепить сначала роботов, а потом уже язык, где-то в пять или семь лет. Мама – непременный помощник во всём. Вспоминает, что талант у сына усмотрела ещё до экспериментов с пластилином. И всячески взялась развивать. Ведь есть в кого. Дедушка ребёнка вырезал по дереву. Сама Светлана окончила художественную школу и вуз по ИЗО. Первый – это вулкан Везувий и Помпеи. Он посмотрел много фильмов про это, его очень тронула эта история. Причём он не пользовался резинкой, и если у него не получалось что-то на листе, он просто его сминал, выкидывал. И вот мы постоянно запасались бумагой. Бумага нужна и теперь. Только как у любого творческого человека у Назара своя фишка. Мальчик сначала лепит фигуры, а потом делает из них, можно сказать, портрет. Причём качественно и точно. Собственно, как и сами творения. Это словно ожившие герои компьютерных игр и мультфильмов. Ну, в лепке мне нравится, например, маленькие детали там делать. А в рисовании мне нравится, чтобы они были как живые, только на картинке. А ещё Назар хорошо учится в школе, посещает бассейн и секцию КУДО. И, возможно, этот материал – первое упоминание об известном человеке нашего города. Ведь на лицо рвение, усидчивость, умение детализировать. И идеи в голове у мальчишки хватит ещё на долгое время. Ольга Муравьёва, Игорь Антонов, Телемикс.